Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 10 августа и я еще раз пришла показать вам томат Вечный Зов. Я уже показывала, какой он у меня был в теплице. И там из-за того, что я высадила его рано, было холодно, у него первая кисть, были мелкие-мелкие плоды. Ну, неполноценно они так налились. Вот на улице этот же Вечный Зов. Прочитаю. Раннеспелый детерминантный сорт с плодами великанами для открытого грунта, пленочных теплиц. Короче, растение низкорослый куст. Так, 5-9 килограмм с куста, 3-4 растения на одном квадратном метре. Все это я описывала. Я вот хочу показать вам на улице, какой он получился. И вот тут такая же ситуация. Смотрите, вот первая кисть, опять мы высадили его, было ему очень плохо. И вот первая кисть, вот на этом же кусте, казалось бы, она должна быть крупнее. Сформировались вот такие вот томатики крошечные. И я уже так же, как в теплице, сомневалась, что это вообще этот сорт, потому что я посадила первый раз, купила в магазине. Но следующие, когда более-менее благоприятная стала погода, они получились именно такие вот, как на картинке. Смотрите, вот ничем вообще не отличается. Ну, один в один. Единственное, что нынче из-за такой жаркой погоды не было сильно крупных плодов. Но я не расстроена, потому что и так для открытого грунта, для нашего сибирского региона, я вот специально подержала вот этот плод до полной-полной спелости. Чтобы, ну как, попробовать его вкус, какой он, когда он спелый. И у нас, видите, почти на всех томатах, которые я показываю, трещинки, потому что после продолжительной жары 8 или 9 дней лил дождь. И те томаты, которые были уже сформированные и уже на воззревание висели, они, конечно, лопнули, потому что растение пьет воду, им по неволе приходится воду эту употреблять влагу, а плод-то уже сформированный, он уже почти спелый. Но снимать я их все равно не стала, вот сегодня буду снимать. И вот это вечный зов, написано, что он в любых условиях плоды завязывает. Но вот видите, нижние кисти при неблагоприятных условиях все-таки плоды мельчают, как от жары, так и от холода. А дальше пошли хорошие помидорки, вот вторая, третья, четвертая кисть. Все они такие достойные томаты, я надеюсь, они у нас вызрют нынче. Но нынче был такой год, такая экстремальная погода, что он, вот те, которые томаты у меня на испытании, то, что у них получилось, вот это, это не показатели. Я на будущий год буду их сеять еще раз, и буду надеяться, что погода будет более благоприятной, они покажут себя с лучшей стороны. Нынче им было очень сложно. И то, что они дали вот хотя бы такие плоды, и зреют в таком раннем возрасте, это, конечно, очень хорошо. Так что вот это вот вечный зов на улице, был у меня в теплице, был на улице, и везде одна и та же картина. При неблагоприятных условиях кисточки завязывают совсем-совсем маленькие плоды. А вообще томатов крупноплодных, которые уже зреют в этот период, очень много, можно подобрать сорта и получить в августе полноценный урожай крупноплодных томатов. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова. Это обзор сорта вечный зов, который выращивается в открытом грунте. Продолжение следует...